Федеральный режим ЧАЭС вводят в регионах Дальнего Востока, территории которых оказались в зоне Амурского Паводка. В Хабаровске в зону подтопления традиционно попадают отдельные территории индустриального района. С его жителями встретился Михаил Дегтярев и обсудил и помощь подтопленцам, и другие больные вопросы. Уже тысячи дач под водой. Еще, наверное, до тысячи, если до 7 метров вода поднимется, а она по прогнозам поднимется до 7, еще тысячи будет затоплено. Амур продолжает расти. 16-19 августа у Хабаровска ожидается до 6,5 метров. Под угрозой большой воды 60 частных домов на Красной речке. В случае подтопления жителей примут пункты временного размещения. Краевые власти выплатят компенсации от 50 до 100 тысяч рублей на члены семьи. Деньги придут из резервного фонда правительства России. На совещании вчера под председателем Юрия Петровича Трутнева МЧС проинформировал, что они вводят федеральный режим МЧС в наших регионах, всех по Амуру. Это дает право запустить руку туда, в федеральный резервный фонд. Другая тема, которая волнует жителей индустриального района – досуг. Например, спортивную коробку возле Дворца культуры «Русь», в котором проходила встреча, сейчас нельзя использовать по назначению. Вот уже и зиму, и лето на этой коробке поднята вверх земля, техники нет никакой. И я думаю, что к зиме, если так дело пойдет, у детей по-прежнему этой коробки, этого катка не будет. Это наша проблема. Мы делали коллектор, да, это мы его нарушили. И в этом году мы закончим. Сейчас делается смета. Мы средства передвинем, и эта территория, она будет установлена. У нас еще есть вопрос по поводу больницы. Не больницы, а поликлиники номер 11. У нас достроено здесь достаточно много домов, и больница переполнена. У нас есть кто-нибудь с Минздрава? Нет? Ну я возьму, на контроль отчитаюсь. Ладно, перед вами. А заместитель директора лицея «Ритм» подняла тему бездомных собак. По закону с ними можно обращаться только гуманно, стерилизовать и отпускать на свободу. Но это не дешево. К тому же они плодятся быстрее, чем их стерилизуют. Меня беспокоят те вопросы, которые задают мне родители. Те испуганные глаза детей. И я со страхом жду 1 сентября. Есть тема с приютами, и мы такое поручение мое уже начали реализовывать. Когда общественным организациям даем гранты, они забирают бездомных животных к себе. Кормят их, ухаживают. Вот по этому пути, наверное, в этом случае можно пойти. Волнует людей и состояние дамбы от «Дельфина» до «Ерофея». В чистоте ее поддерживают сами жители района, школьники и студенты. Отвечать за порядок и благоустройство на объекте должен подрядчик. Но пока строительство дамбы не завершено, там нельзя поставить даже урны и перила. Ввод ожидается в следующем году. Предъявим проект. Что там будет? Дорожки велосипедные, лавочки. Может быть, открытые кафе. Ну, в общем, будет хорошо. Спасибо. Но это мы сможем только после того, как вы увидите по телевизору, что дамбы Южного округа введена в строй. А это будет где-то, наверное, в августе. В ходе встречи жители задавали множество вопросов. От частных по оформлению гаражей в собственность до глобальных о комфортной городской среде. Все обращения власти взяли в работу.